Судьба новоалександровской свалки, похоже, решена. Недавно оттуда ушли две крупных мусоровозящих компании. И теперь муниципальное предприятие, если не на грани банкротства, то во всяком случае прибыли не приносит. Да и жители не первые десяток лет ведут борьбу с мусором под боком. Правда, дело здесь не только в экологии, но и в политике. Напомню, закрыть свалку городу настоятельно порекомендовала областная межведомственная комиссия. И городские депутаты из Комитета по жизнеобеспечению на этот раз с Белым домом согласились. Хотя два года назад у них была противоположная позиция. На Комитете Горсовета о судьбе новоалександровской свалки спорили часа три. Сторонники и противники ее закрытия оперировали цифрами, документами, судебными решениями. Городские чиновники утверждают, свалка законно может работать и дальше. Областные надзорные органы с этим не согласны. Они считают нарушений много. По проекту мусор на этой свалке надо рекультивировать. А его просто складируют. Все-таки давайте откроем глаза другую-рубую и скажем, что там не использование отходов для рекультивации. Это размещение отходов. Если мы хотим, чтобы объект существовал, нет вопросов. Давайте узаконим его как объект размещения отходов, согласуем проект, пройдем экспертизу, получим все разрешения. Вспомнили и приядовитый фильтрат. На дне свалки должна быть глина, которая не дает ему проникнуть в грунтовые воды. Но там ли она на самом деле, никто не знает. У нас высокая смертность. Но единственное, что мы как жители не можем это доказать, раковая смертность. У нас дети в детском саду больны. И в основном это легочники, бронхиальная астма. Раньше, как объясняют областные чиновники, на все это они закрывали глаза. Ведь после закрытия разлукинского полигона Владимиру некуда было вывозить мусор, хоть у Белого дома сваливай. Теперь все изменилось. Появился Мариинский полигон. И он, в отличие от городской свалки, входит в схему очистки области от отходов. А почва защищена прочнейшей мембраной. В общем, новоалександровскую свалку нужно закрыть и успеть вступить в федеральную программу, чтобы получить денег на рекультивацию. Иначе… Вот здесь уже будет полностью за это платить городской бюджет. Потому что мы не сможем найти других каких-то денег для рекультивации этой свалки. Сколько это будет стоить с переводом на сегодняшние цены, ну тут должны сметчики поработать, я не могу точно сказать. Но я думаю, что эта сумма там несколько десятков миллионов, может быть, там и за сотню перевалит. Защитники новоалександровской свалки согласны. Рано или поздно закрывать ее придется. Но предлагают повременить. Без нее город с вывозом отходов не справится. А если еще и федералы в помощи откажут, жителям придется намного хуже, чем сейчас. Если вдруг эта свалка будет брошена, негативное воздействие там будет жуткое. Мы говорили о том, что я тоже помню, прекрасно как Муромская свалка горела, да, она горит годами. Значит, не дай бог, что у нас будет такое на Новой Александровой. К тому же, утверждает главный эколог города, к Маринке тоже есть масса претензий. До ума полигон так и не довели. А пробы почвы показывают, что загрязнение нефтью превышает нормы в десятки раз. Таковы последствия ввоза нефтешлама из Москвы. Приезжают машины, никто ничего не записывает, валят, валят этот мусор. По проекту там что было, Галина Викторовна, там должны были брикетировать мусор, перерабатывать. Там валят, просто валят. И то, что сейчас произошло в Новой Александрове, тоже нас ждет и в Маринке. Что касается цены, вопроса тариф на вывоз мусора для владимирцев не изменится. Да и мусоровывозящим компаниям все равно, куда его везти. Недавно два крупных игрока перешли на Маринку. Говорят, тариф там более стабильный. А еще надзорные органы пригрозили штрафами. А это уже принуждение, сделали вывод некоторые депутаты. Речь идет о принятии решения в интересах конкретного хозяйствующего субъекта. Ни о каких интересах жителей здесь речи не идет, по сути дела. Но вместе с тем, несмотря на то, что дано фактические указания депутатам городского совета, которых выбирали жители, а не выбирал конкретный чиновник, который подписывал этот протокол, мы должны принять решение в интересах как жителей новоалександровского сельского поселения, как в отношении жителей, которые живут непосредственно в ближайшей близости с Маринским полигоном, так и в отношении жителей города Владимир. Может, Белому дому забрать полигон под контроль нового регионального оператора, а не оставлять частнику, предложил Русанин. Тогда можно быть спокойным за экологическую безопасность. Но большинство нардепов его не поддержали. Из двух зол они решили выбрать все-таки новое, то есть Маринку. При этом у горсовета нет полномочий закрывать старую свалку. Поэтому они порекомендовали сделать это городским властям. Сегодня мы пошли по активной фазе. Мы дали поручение администрации города разработать план мероприятий. И третий вопрос вошел в решение сегодняшнего комитета, предложение Русанина разработать дорожную карту закрытия новоалександровского полигона. Об одномоментном закрытии речь не идет. Видимо, какую-то часть мусора, например, после субботников, город продолжит возить в Новоалександрово. Теперь слово за городскими властями.